Всем привет! Вы на канале ОМЗАП на нашей станции в теплом стане. Меня зовут Александр. Можем сейчас пройтись, посмотреть, с чего же у нас начался Новый год. Есть несколько интересных автомобилей. Ну, давайте пройдем. Вот здесь у нас Алексей. Мучает легендарный мотор Д4ЦБ. Алексей, вкратце, что у нас здесь по мотору? Человек приехал, обратился в холодные и тяжелые пуски. Промаргивали давление масла. Померили давление, давления нет. Вскрыли двигатель, провернутые были, по-моему, покорены вкладыши. Там корни были убиты очень сильно. Да, да, да. Там покорены были провернуты. Ну, и, соответственно, посчитали, человек принял решение. Ну, гилизовали, правильно. То есть, гилизовали новые поршни, новый тренвал. Киа Карнивал, 2008 год. Двигатель Г6Я, бензинка. Клиент приехал с распространенной проблемой зимой. Плохо работает отопитель. По итогу. Посмотрели, сделали опрессовку системы охлаждения. В системе у нас давление улетало в красную зону. Отсюда у нас печка и не работала. Когда уже начали с клиентом докапываться до сути, оказалось, что машина у нас, во-первых, на газу. И пару раз, как клиент сказал, он все-таки подогревал двигатель. По итогу было озвучено, что двигатель нужно разбирать и ремонтировать. Явно проблема по головкам. Ну, а там, что мы, если вскрывать его, что будет там по низу двигателя, увидим уже по факту. Клиент пока думает, что цена ремонта этого двигателя вылетает солидная. Рядышком его практически брат-близнец, тоже Киа Карнивал, но с другими проблемами. Здесь у нас такой основательный ремонт ходовой части. Вот Сергей, наверное, нам более детально сейчас может рассказать, что же он будет на нем делать. Серега, пару слов. Я смотрю, у тебя тут запчастей клиент привез целую гору. А, еще тем более не все. Просто я там посмотрел по списку, там у тебя переборка вообще всей ходовой части такой. Замена ГРМ, да, замена рулевой рейки, тяги на конечнике. Крышек, круглевая рейка, привод правый. В общем, клиент решил сделать подарок своей машине на Новый год. И прям очень капитально ее освежить. Ну, я думаю, что машины себя, в принципе, зарекомендовали как крепкими. И если после таких основательных вложений, я думаю, она еще прослужит этому клиенту немало лет. Что тут у нас стоит? А, ну, наш многострадальный автомобиль, на котором мы производим сборку мотора. В прошлом выпуске, кстати, мы уже делали небольшую на него ремарочку, что подрывались головки блока. Ввиду того, что проблемы были с прокладками. Были проблемы у нас с поставками запчастей. Клиент там хотел привезти свои запчасти. В итоге мы больше месяца от него, наверное, ждали эти запчасти, которые он в итоге так и не привез. Согласился все-таки на ремонт с нашими комплектующими. И вот, собственно, уже практически финал. Тут остается пару прокладочек для финальной сборки. Я думаю, что тоже в течение там нескольких дней она заведется и поедет. Ну, а теперь пройдем в наш маленький павильон нашего диагноста Алексея, у которого всегда много работы. И тут, как видно, даже по машинам скучать ему не приходится. Ну, вот сейчас в данный момент у нас происходит диагностика. Это у нас Санта-Фе, 2012 год, бензинка 2.4, G4KE. Клиент обратился с проблемой пропуски зажигания. Предварительно он уже заменил комплект свечей, катушек. И даже в форсунке топливный полный комплект был заменен. Но проблема не ушла. Обратился к нам. И вот теперь Алексей пытается установить причину данной неисправности. Ну, а более детально он, я думаю, лучше расскажет о ней сам. Добрый день. Сейчас произведем комплексную диагностику. Поснимаем сигнал из датчиков. В данный момент, как видите, у нас остелограмма с коленвала и распредвала. Потом сравним ее с эталонной на момент растяжения цепи, либо смещения. Снимем остелограмму с катушки зажигания, с форсунок. Ну, и с датчика лямбда-зонда. Можем заснять. Как у нас работает каждая катушка, происходит накопление энергии, собственно, разряд и затухание. Это мы видим на экране компьютера. Сейчас сигнал с первого цилиндра. Переношу второй цилиндр. Третий цилиндр. И четвертый цилиндр. Катушки у нас работают. С блока управления импульс на них приходит. В этом плане все в порядке. Идентичным образом снимем сигнал с форсуночек. Он уже другой формы. Вот такой вот. Второй цилиндр. Третий цилиндр. И четвертый цилиндр. Проверив электрическую часть, катушки зажигания и форсунки, мы как бы подтвердили диагноз с пропусками третьего цилиндра. Но это проблема не электрической части, не части управления с блока. Это у нас конкретно механическая проблема. Так что машина у нас направится к механикам на проверочку. И уже после этого будет какой-то конкретный диагноз. Сделали эндоскопию. Стенок цилиндров она нам отклонений особо не выявила. Есть там пару рисок, но это все в норме. Померили компрессию. Компрессия тоже во всех цилиндрах одинаковая. Но у нас здесь происходит стук такой небольшой при повышении оборотов. Поэтому надо что-то искать. Во-первых, мы также сняли клапанную крышку, чтобы померить зазор. Выявили, что здесь стоит неоригинальная ГБЦ. Ну то есть здесь прямо видно, что здесь она не такая. Здесь таких вот перегородок не должно быть. Я сравнил с оригинальной, она здесь не такая. И валы распредвалов тоже стоят, как будто вот жигулевские какие-то. Тоже неоригинал, так оригинал не делает. Цепь тоже натянута, вроде неплохо. Ну, отрекомендуем ему залезть в поддон, потому что стучок есть. Это D4KE мотор, поэтому, скорее всего, задиры уже пошли по колену. И именно с этим все и будет связано. Вот, дальше будем снимать поддон, смотреть, как там, что. Если, скорее всего, дефектовать мотор, ремонт. От начала и до конца. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И помните, что в случае любой неисправности мы готовы вам помочь. Субтитры подогнал «Симон»!